МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Политический раскол". На очередном заседании депутаты Городской думы попытались снять с должности своего председателя. Дыма не будет? Пожарные разобрали трубу, предназначенную для тушения торфянников. Место для встреч. Ангарский ресурсный центр отметил свой первый день рождения. Программа «Местное время» с новостями дня. В студии для вас работает Елена Жерлова. Здравствуйте. Ангарский городской суд вынес постановление о временном отстранении от должности главы города Владимира Жукова. Об этом в нашей программе сообщила судебная пресс-служба. Старший следователь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области направил в Ангарский городской суд ходатайство об отстранении от должности города Ангарска на время следствия. 28 ноября 2014 года постановлением суда глава города Ангарска временно отстранен от должности. Настоящее постановление в законную силу не вступило. Спикер утратил доверие. Так считает большинство депутатов городской думы. Накануне народные избранники собрались на очередное заседание. Перед официальным началом было предложено внести в повестку дня вопрос о снятии с должности председателя думы Андрея Стомина. С продолжения темы в нашем следующем материале. В четверг состоялось заседание городской думы. В повестке дня 17 пунктов. Изменения в городской бюджет, прогнозный план приватизации, правила землепользования и застройки. Однако вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя думы в повестку не включен. Хотя депутат Сергей Шарков носил проект этого решения еще в октябре. И его инициативу поддержало большинство коллег. Я вообще хочу спросить, по какой причине этот вопрос не включен ни в рабочее заседание думы, ни в официальное. Спикер пытался уверить коллег в том, что проект решения, подготовленный депутатом Шарковым, не соответствует регламенту. Однако такие аргументы большинство парламентариев не показались весомыми. Есть недоверие большинства депутатов на сегодняшний день к председателю. И это большинство, оно вам не доверяет. И я добавлю опять же то, что в процессе объединения, то есть с вашей стороны было полное, не скажу, что недопонимание, но полное противопоставление этому процессу. Я считаю, что вот то, как он ее реализует, председатель, это наносит ущерб репутации думы. То есть вот вопрос, касающийся объединения, самый важный стратегический вопрос, где позиция председателя с самого начала, она, так сказать, ну не в контексте была этого объединения. И естественно, что его действия, как председателя, далее препятствовали вопросам ускорения этого объединения. С мнением своих коллег согласен и Сергей Кокаянин, который напомнил, что именно Андрей Истомин голосовал против объединения города и района на заседании думы в октябре. Тогда же предпринимались и попытки сорвать кворум. Что поступали определенные звонки с предложением саботировать и сорвать думу. Но я не могу сказать, что эти звонки поступали непосредственно от председателя думы, но принимая во внимание, что доверие утрачено, ну у меня возникают некоторые подозрения. О том, что спикер исчерпал кредит доверия, большинство депутатов высказались, что называется, в глаза. Однако Андрей Истомин предпочел все же не вносить этот вопрос в повестку дня. Депутаты упорствовать не стали, ведь процесс объединения уже запущен. И повлиять на него председатель уже не сможет. Мое мнение просто как человека, как гражданина, как мужчины, когда общество, которое тебе высказало доверить, тебе высказывает недоверие, я никогда не буду цепляться и находить какие-то бюрократические условия, что нет, я все равно, это место теплое, я хочу на нем сидеть. Это даже недостойный поступок. В завершение заседания парламентарии все же рассмотрели дополнительный вопрос о снятии Александра Пашкова с должности депутата на освобожденной основе. Мы экономим бюджетные средства на заработной плате, в том числе и депутатов. То есть мы начали с себя исполнять те обещания, которые мы давали во время предвыборной кампании. Естественно, это очень важно. То есть мы показываем пример. Поэтому это решение было сегодня принято, не единогласно. Три депутата проголосовали против, но это их решение. Во время обсуждения остальных вопросов повестки обошлось без существенных разногласий. Елена Мильвит, Дмитрий Новопашин, Владимир Сильванов. Местное время. Ангарскую нефтехимическую компанию возглавил новый генеральный директор. На должность руководителя назначен бывший вице-президент компании «Роснефть» по нефтепереработке и нефтехимии Игорь Павлов. Он работал на НХК с 1989 по 2008 год. Игорь Кукс, ранее занимавший пост генерального директора, уволен с официальной формулировкой по собственному желанию. Основные очаги горящих торфяников в Ангарске потушены. Об этом заявили сегодня специалисты третьего противопожарного отряда. Крупные залежи торфа с июля горели на территории предприятия «Тепличная» и в устье реки «Малая Еловка». В общей сложности больше 30 гектаров. На отушение возгорания было задействовано более 40 человек. Недавние морозы также способствовали ликвидации горения. Сейчас мы, получается, подняли весь личный состав по тревоге, сюда прибыли для того, чтобы полностью собрать магистральную линию диаметром 150 мм, которая была проложена для тушения вот этих торфяных полей. Потому что как бы тушение закончилось. Все основные очаги полностью потушены. Вы сегодня видите, дыма нет. У нас бывает, что возникают новые очаги, но мы уже на пожарными автомобилями дотушим эти все очаги. В следующем году, по прогнозам пожарных, ситуация может повториться. Сейчас разрабатывается план действий, чтобы этого не допустить. На одного наркодилера меньше. Операцию по задержанию провели сотрудники Ангарского Абнон, фонда «Город без наркотиков» и бойцы ОМОНа. В результате с поличным был пойман житель 15-го микрорайона. Мужчина ранее судим за грабеж и около пяти лет употребляет наркотики. Торговал в первой половине дня в основном. Родители не знали, что он торгует. За это время он успел сделать в квартире ремонт, пока торговал. Сделали у него закупку, задержали, изъяли один грамм. Также у мужчины изъяли 12 тысяч рублей, в том числе меченые деньги. Сейчас наркоторговец находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Полиция арестовала 20-летнюю ангарчанку. Девушка подозревается в мошенничестве. По информации следствия, жертвами аферистки стали две несовершеннолетние девочки. Подозреваемая обманным путем забрала у детей сотовые телефоны и золотые серьги. Ориентирован был весь состав сотрудников уголовного розыска, участковый. Там есть особая примета. Молодая женщина, она находилась... То есть видно было, что она беременная. По этим приметам, скажем, еще доработали информацию. Сотрудниками уголовного розыска была задержана подозреваемая в совершении ряда преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Специалисты отдела по торговле администрации ОМОН накануне провели выездные консультации потребителей. В крупных торговых центрах эксперты проверили ведение книги отзывов и предложений. Тщательно изучили жалобы покупателей и ответы на них. Такие выезды сотрудники администрации стараются проводить регулярно. В ноябре в Ангарске традиционно проходит месячник качества. На прошлой неделе к нам обратился потребитель с такой проблемой, что приобрел телевизор в нашем магазине, в телевизоре не оказался веб-браузера, функция, которая ему была необходима. Это произошло в средстве неполной консультации, и, соответственно, человек написал претензию. Претензия была рассмотрена в течение 10 рабочих дней, и вследствие разбирательств телевизор поменяли. Сумма удовлетворения законных требований потребителя за ноябрь месяц составляет 165 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что потребители жалуются в основном на качество сложно-технологических товаров. К ним относится бытовая аудио-видеотехника. За ноябрь в отдел поступило 120 претензий, как по телефону, так и на личном приеме. Свой первый день рождения в минувшую среду отпраздновал городской ресурсный центр. Год назад учреждение открыло свои двери для всех общественных организаций города и стало связующим звеном между властью, бизнесом и народом. За год здесь проходили не только региональные конкурсы, творческие встречи, выставки, но и решались важные общегородские проблемы. Яна Попова продолжит. Если бы ты мне за язык взялся или что-то другое, я бы тебе полную кисть руки оттябал. Я не могу, я не люблю, когда меня за язык хватает. За целый год плодотворной работы общественники провели более 200 мероприятий, направленных как на культурное развитие города, так и на решение социальных проблем. Поздравить ресурсный центр в день рождения пришли друзья. Театральные мастерские, танцевальные ансамбли, национальные, инвалидные организации и идейные вдохновители проекта, представители органов местного самоуправления. За год это стало активной площадкой, уверенной площадкой, где рождаются гражданские инициативы, где обсуждаются проблемы, поведутся дискуссии. И за год, вот вы сегодня уже видели, это практически стал домом для всех общественных организаций. Они сюда идут с желанием, их здесь встречают, их проблемы решаются, и встречают теплый дом. Благодаря реализации проекта «Ресурсный центр» многим ангарчанам удалось обсудить и решить острые вопросы. Например, в сфере ЖКХ. Здесь советы общественности и многоквартирных домов делятся опытом, посещают семинары и участвуют в общегородских и региональных конкурсах. Проводятся и творческие встречи. За год было организовано четыре крупных выставки. Ангарчане увидели коллекции значков, марок, советских громпластинок, экспозицию прикладного творчества. Все мероприятия в центре проходят при поддержке городской администрации. Это событие очень значимо для общественных организаций. Так как общественные организации занимаются такой работой, очень тяжелой, серьезной, и при этом часто за идею, да, и часто им требуется поддержка профессионалов. И вот мы рады, что такая поддержка профессионалов у нас появляется. В городе принято и действует программа поддержки некоммерческих объединений, через которой и происходит финансирование общественных инициатив ресурсного центра. В рамках этой программы из городского бюджета в этом году было выделено порядка 16 миллионов рублей. В следующем году выделят примерно такую же сумму, а также в планах открытия подобных площадок. Конечно, мы благодарны очень администрации города Ангарска. Они у нас оказывают большую поддержку. В этом году мы закупили компьютеры, буквально в этом месяце мы их установим, и другую технику. Ну и, конечно, работаем над вопросом, где открыть еще можно ресурсный центр, дополнительную площадку для общения власти, органов местного управления с нашим населением. Количество и качество проделанной работы, активная деятельность ресурсного центра еще раз подтверждает, что этот проект нужен людям, а поэтому должен развиваться. Яна Попова, Евгения Ошельникова, Михаил Терышкин. Местное время. Важнейшие темы недели не оставили равнодушными пользователи нашего сайта. Что обсуждалось больше всего, узнаем из сюжета. 152 семьи рискуют остаться без квартир, которые они брали в ипотеку. Ангарчане утверждают, что исправно платили по счетам, но банк так и не увидел денег. Должники поневоле считают, что их обманули, поэтому взяли транспаранты и три дня подряд выходили на санкционированные митинги. Этот материал вызвал деметрально противоположные мнения у посетителей нашего сайта. Ужасно, но в такую ситуацию может попасть любой. В этих договорах банков и агентств недвижимости без юриста невозможно разобраться. А жилищный вопрос как-то надо решать. Людей просто швыряют, как мусор, чтобы все были нищими. Так и до революции недалеко. Здесь очень много странностей. Как это банк не брал деньги? Солидные конторы вряд ли будут марать свою репутацию в разного рода аферах. Так-то страшно. И без денег остаться, и без квартиры. И всем структурам все равно. Вот уж точно, где много денег, там и мошенников полно. И снова старушек дурят. А уж им-то поздно учиться финансовой и юридической грамотности. В ноябре резко возросло количество ДТП с участием пешеходов. От неосторожного вождения пострадали и дети. Один случай завершился трагически. Сбитая на перекрестке женщина скончалась. Ангарская ГИБДД перешла на усиленный вариант несения службы. Город патрулирует 100% личного состава. Однако пользователи нашего сайта считают, что к таким мерам надо было прибегнуть гораздо раньше. Проснулись. Перешли на усиленный режим. А раньше где были? Сколько народу еще должно пострадать, чтобы они реально работать начали? А только умеют со школьниками показательные мероприятия для галочки проводить. Не справляется ГИБДД. Экипажей мало? Да пусть экипажи БПС привлекают. Неведомственную охрану. Они что, в гражданское переодеты, а? Что-то я их не видел, а проехал в обед через весь город. Ангарчанин Дмитрий Мышанский в своем гараже собрал самолет. Не уменьшенную копию, а настоящий летательный аппарат весом 115 килограммов и размахом крыла более 7,5 метров. Ангарский Говард Хьюз не только собирает, но еще и пилотирует свои самолеты. Вердикт пользователей нашего портала был однозначным. Отличная машина получилась. Молодец, конструктор! Сам построил, управлять научился. Эмоции, наверное, нереальные, когда над землей паришь. Интересное хобби у человека. Наверняка в Ангарске кроме него больше нет авиаконструкторов. Все-таки каким терпением надо обладать, сколькими умениями и навыками, чтобы сделать настоящий самолет? В декабре зрители телекомпании «Актиз» ожидает премьера. В эфир выйдет программа, аналогов которой не было за всю историю ангарского телевидения. Интеллектуальное шоу своим умом будет вести Павел Скороходов. Чтобы выиграть денежный приз, знатокам придется хорошенько поломать голову. Судя по комментариям на нашем сайте, телезрители с нетерпением ждут пилотного выпуска программы. Чем больше интеллектуальных игр, тем лучше. Как здорово, что в городе есть такие люди, которые могут предложить игру, заинтересованность и провести ее в отличном качестве. Молодцы ангарчане! Есть с чем поздравить город. Хотелось бы сыграть такую игру. Успехов авторам и всем, кто делает благо для своего города. Буду рада посмотреть декабрьскую новинку «Актиза». Пошевелить мозгами вместе со знатоками родного города. Познать что-то новое. Желаю шоу Викторине позитивного развития и щедрых спонсоров. А участникам самые мудрейшие вопросы щелкать, как орешки. Браво, «Актиз». Спасибо, Паша, за то, что телевидение становится интеллектуальнее. Отличный проект, где господствует его величество интеллект. Успехов новому проекту, надеюсь, не последнему. Обожаю интеллектуальные игры. С удовольствием буду смотреть по «Актизу». Скороходов молодец, генератор новых идей. Удачных эфиров, благодарных зрителей, побольше участников и спонсоров. А какие события, произошедшие в городе и районе, стали самыми интересными для вас? Задавайте свои вопросы и оставляйте комментарии на нашем портале. И, возможно, именно ваш комментарий появится в эфире. Адрес нашего сайта – 3waktistv.ru. Елена Мильвет, «Местное время». С предстоящим Днем Матери в минувший четверг поздравили мам детей-инвалидов. Праздник проходил во Дворце культуры «Нефтехимик». Для семей приготовили творческую программу. На сцену пригласили членов организации детей-инвалидов «Арди» и представителей соцзащиты. Но есть на земле любовь, которой не подластны ни времена, ни годы, ни расстояния. Это любовь матери. Мы с ней соприкасаемся с самого первого рождения и до последнего вздоха. Быть матерью нелегко, но быть матерью ребенка-инвалида тяжело вдвойне. И я желаю сегодня всем мамам, находящимся в этом зале, и тем, кто не мог прийти сегодня в этот зал, не сдаваться, идти вперед. Несмотря на состояние здоровья, такие семьи участвуют в творческих и спортивных мероприятиях, добиваются больших высот и стремятся к развитию. День матери в России будут праздновать в воскресенье 30 ноября. Конкурс красоты для женщин, которые ждут ребенка, проходил в Ангарске. Чтобы победить и получить звание Мадонны, семерым горожанкам пришлось петь, танцевать, читать стихи и даже исполнять цирковые трюки. Для меня самым волнительным является этот творческий конкурс, потому что мы выступаем по одному, а остальные конкурсы сложны только в том, чтобы нам все сделать вместе, коллективно, чтобы никто никого не подбил. По признанию жюри, выбрать лучшую участницу было весьма трудно, поэтому каждой номинантке вручили подарки и присвоили свой титул. И это была завершающая информация нашего выпуска. Смотрите новости на телеканале Актиз. Увидимся!